Мы, Арсюши, очень рады. Для тебя похлопать надо. Без Арсюши нас было мало. Очень нам, Арсюши, не хватало. Тимочка, как ты можешь похлопать? Специально для Арси. Давай похлопаем. Ай, молодец. И да. И Марина, и Моля. И вместе. На музыкальных занятиях по методике Карла Орфа действительно рады всем. А уж какой малыш не любит играть, петь и пританцовывать. Главный принцип орфпедагогики – обучение в действии. И правда, сидеть на стульчиках и слушать педагога как-то скучно. То ли дело всем вместе ползать под музыку, изображая жучков. Или летать, как бабочки. Самое увлекательное занятие для деток – шумовой оркестр. Погремушка, погремушка, музыкальная игрушка. Хочешь сразу две возьми и погремите вместе. Погреми, греми, греми. Малыш может сам выбрать инструмент, который ему по душе. Маракасы, дудочки, барабаны, треугольники, трещотки. Их чудесное звучание и простота так и зовут помузицировать. Импровизируя, ребенок учится не повторять за кем-то, а создавать свою мелодию, искать музыканта внутри себя. Мне очень нравится принцип у Карла Орфа, особенно его отношение к импровизации. Делай не как надо, а как ты хочешь. Ну, это, конечно, на начальном этапе музыкального обучения. То есть это вот такое развитие первичного музыкального, музыкальных способностей. Первичных музыкальных способностей, которые, в принципе, в каждом ребенке заложены генетически с рождения. Нет неспособных к музыке людей, тем более детей. Движение и ритм неразделимы. Танцевать под музыку вместе с собственным инструментом настолько увлекательно, что даже родителям сложно усидеть на месте. Подтяжки, стихи и игры – все это также способствует музыкальному развитию. Мышь понесла второй раз. Посмотреть, который час. Ну, часы сказали вместе, сколько? Бом! Бом! Два раза. И мышь садилась кувырком. На первый взгляд может показаться, что ребенок просто балуется. Но так он развивает свою естественную музыкальность, чувство ритма и динамики. Когда малышу весело и интересно, он открыт для новых знаний. Начать заниматься музыкой можно хоть с рождения. Двух с половиной, с трех лет можно заниматься. Начинать. Даже раньше. С пеленок можно начинать. Вот, например, вот эти музыкальные жесты тела, да? Вот. Все ладошки. Это же тембральный окрас. И игра своим телом. Тело – это, прежде всего, изначальный инструмент. Можно сказать, природный тоже, да? И вот даже грудничкам советуют это делать. А говорят, что импровизация тоже, когда грудничок гулить начинает, это уже изначально первая импровизация человечка голосом. То есть здесь уже не нужно никаких музыкальных знаний. Задача орф-педагога – не научить малыша чему-то конкретному, а стать его другом. Показать ему дорогу в музыкальный мир, полный сказок и приключений. Мне было совсем весело. Тимоша даже устал немножко, да? Так активно мы играли. Двигались, пели, хлопали. Да? Да. Здорово. А пальчиковые упражнения будешь дома делать? Буду. Обязательно, что пальчики работают хорошо. Прямо перед сном. И даже перед сном. Если знакомство малыша с музыкой будет увлекательным, полным впечатлений, ему захочется возвращаться в волшебный мир музыки снова и снова. Ольга Медведева, Анастасия Бушуева. Для Легко. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова